В китайской медицине у каждого органа есть свой внешний агент. Их называют ухва – пять украшающих. По их состоянию можно определить состояние органов. Печень соответствует кисти рук и ногти, сердцу – лицо, селезенке – губы, легким – кожа, почкам – волосы. Состояние печени оценивают по кистям и по состоянию ногтей. Давайте сделаем небольшое отступление. Орел, летающий высоко в горах, может разглядеть даже бегущую мышь. Его мышцы настолько сильны, что он способен когтями схватить барана в горном ущелье и поднять его высоко в воздух. Сила мышц свидетельствует о хорошей работе печени. Если проводить аналогию с людьми, то возникающие проблемы мужского здоровья, снижение сексуальной активности, слабая эрекция, часто проистекают от печени. Проблемы с печенью могут быть причиной развития импотенции и заболеваний мужской половой сферы. По каким внешним признакам мы можем оценивать состояние почек? Если волосы сухие, тусклые и ломкие, в них нет блеска, скорее всего, это проблемы с почками. Как себя проявляется сердце? В цвете лица. Если цвет лица бледный, тусклый, наверняка существуют проблемы с кровоснабжением сердца. Состояние селезенки отслеживается по состоянию губ. Если цвет губ темный, имеет синюшный оттенок, у такого человека обязательно есть проблемы с пищеварением. Значит, не будет хорошо выполняться функция усвоения пищи. Возникнет недостаток крови и ци. А в этом случае губы как раз и будут с синюшным оттенком. Таким образом, по состоянию у хуа пяти украшающих, можно тоже следить за состоянием внутренних органов. Продолжение следует...